Поселок Красная Слобода прославился на весь мир за трепетное отношение жителей к своим традициям. Чтобы посмотреть на еврейское местечко, сюда приезжают туристы со всех уголков земного шара. Наталья Кравченко продолжит. Для американского блогера Григория Липовецкого это первое знакомство с Азербайджаном. Липовецкий родился в СССР, но в возрасте двух лет родители увезли его в Канаду, а сейчас он живет в США. В его недельном путешествии нашлось место для главной точки еврейского туристического маршрута страны – поселка Красная Слобода. Изюминка местечка – первый и единственный в мире музей горских евреев. И все вот эти вещи, которые здесь, которые дают историю наши люди, я говорю наши, как евреи, я считаю, что это все мое тоже, потому что мне это очень родно. У меня очень приятное впечатление, и я уже начинаю думать, как привезти мою жену и мои три сыновья сюда. Музей был открыт при поддержке меценатов Года Ниссанова, Зараха Ильиева и президента Международного благотворительного фонда Стмеги Германа Захаряева. В его коллекции предметы быта, старинные документы и светки Торы. Красная Слобода – это Кавказский Иерусалим, где на протяжении нескольких столетий компактно проживают преимущественно горские евреи. Здесь действуют миква и синагога, в которой община отмечает все еврейские праздники. В одной мы отремонтировали и создали еврейский культурный центр, где наши дети во внескольном, внеклассном время, изучают традиции Тору и Тора. Для них устраиваются субботние трапезы. Журналист Руперт Паркер пишет для старейшей еврейской газеты «Англей Джуиш Хроникл». Он уже второй раз в Азербайджане. Это грандиозный музей. Здесь так много информации. Было очень интересно узнать об истории горских евреев и их штетла. Возможно, когда Паркер нанесет в Азербайджан свой третий визит, он сможет увидеть новый дом-музей. Здесь отреставрируют один из жилых домов, воссоздав быт горских евреев. А чтобы уже сейчас прогуляться по поселку, любой желающий может зайти на сайт музея горских евреев и отправиться в виртуальный тур.